Астробородова Александра Никитична Как вы узнали о начале войны? Астробородова Александра Никитична Девчата, где вы учились? Мы рассказали, мы Лобинскую, Медицинскую Окончили школу Ну, пошли со мной Куда? Твоем кого звал? Ну, мы не растерялись с этой подружкой Пошли туда, они нас записали Когда мы учились, сколько, окончили, все такое Ну, и разрешили нам, ну, идите Куда вы пойдите? А мы работали тогда в детском доме Уже работали Также в Лобинской Где вы работали Мы им рассказали, все Ну, хорошо, завтра придете к восьми Ну, и правда, пришли к восьми Они нас зазвали в кабинет и говорили Знаете, что, девчата, вы уходите на фронт? Не знаем Так вот, собирайтесь И сегодня вечером мы езжаем Куда? На фронт Ну, что ж На фронт, так на фронт Мы с мамой поехали И маме я рассказала Она расплакалась Но прошло Она нас проводила И мы там же в Лобинской Дан-Дан-Дулетка Это там Маленькие эти машинки Посажали нас и повезли Сначала они повезли Так вот стороной там называют Там вот вот сюда Вот в эту сторону, да А тут он, мол, в пятихатке У Кривой Рог У Бендеры Да куда они нас не возили А эту Эту Победу мы закончили Город Вена У Вени мы уже были там И нас фотографировали И все И награды получали мы И там, и там, и там И в этих, и в Будапешечке Сквозь Вот это все награды мои Вот Ну и будущий муж Тоже По стопам нашим Но только в стороне Мы в третьем украинском А он во втором украинском был Но уже мы встречались Это когда женились Мы уже здесь дома были И он, и я Александра Никитична Никитична, а в каких сражениях Вам пришлось принимать участие? Мы сначала принимали участие В ВКО-госпитале Оттуда брали больных Раненых И таскали у госпиталя А после того Нас как-то разделили Что мы стали по частям Батальоны Там вот это вот все Нам предоставили Что мы вытаскивали С поля боя Этих бойцов Ну мы таскали их Заносили В госпиталь А потом опять возвращались У нас У меня 4 года Фронта Все время На фронте На фронте На фронте Никуда нас не посылали Больше Только вот Имейте ли вы награды За какие заслуги? Ну Боевые на фронте Вот за что А там еще какие Получишь Только Таскай Таскай Твое дело Перевязывай Таскай И все Вот за это Нас и награждали Приезжал генерал С Москвы Приезжали там Эти Начальники И В строем Мы стояли Они Нас под строй И До стола И там нам Возвращали Вот эти вот Медали Тут всякие Медали И Жукова И за победу И за эту Как я За вену Там Ну Всякие Вот эти все Медали Все Это награда Без вранья Без всего У меня там Есть Эти Карточки Когда нас Сопровождали В 1945 В августе Мы только Домой Меня Папа там Встречал За станицей Машина Дали Из своей Команды И привезли Нас Там еще Были Мужчины Девчата Ну Они Нас Привезли Прямо Домой Меня По улице Привезли А мама Тут уже Все Наготовила Вот такой Двор Был Только не на Этой улице На Другой улице Уже На стол Уже там Все Соседи Все Поприходили И родственники И неродственники Полно Был Вот так Меня Встречали А когда Уже был День Победы У нас Мне Сергей Ругорьевич Сынок Мы Мы Жили Тут Вместе Все Он Сделал Такой Пир На Весь Мы Каждому Человеку Которого Прихлашал Давал По Большой Коробке Конфет И Дитями Все 60 Человек Было На Моей Победе А Теперь Уже Сынка Нет Все Еще Года Нет Он Скончался Скоро Постежно Теперь Мы С Леной Живем И Унучок С армией Мне 18 Веной Победу Там Мы Закончили И Они Оттуда Нас Скоро Уже Домой Провожали А Какая Награда Для Награда Для вас Очень Дорога Как Награда Какая Дорога Какая Моя За Победу Вот Это Что У Меня Это За Отвагу Как За Отвагу Да За Отвагу Вот Это Это Мы Были Будапеши И Нас Там Награждали И Меня Наградили Вот Это Медали А Потом Медаль Жукова Да Много Медалей У меня Много Медалей Вот Тут У меня Чепельнадцать Да Еще Тут Было И Все Все Они Сохранились Даже Деда Моего Мужа Сохранились Все Медали В пакете Доси Лежат Ни Одной Грамки Не Затеряла И Документы Его Тоже Лежат Вот Были ли Сомнения У вас В победе Как Были ли У вас Сомнения В победе В победу Да Верили Верили Очень Даже Верили Как Я Чуть Чуть Там Приостановка Уже Мы Думаем Что Это Уже Победа Уже Конец Уже Не Будем Понимать Оно Все Длилось И Длилось Сколько Могла Много Погибло Очень И И Солдат И Офицеры Всем Кто Попадался Под пулю Тут Расскажите О своих Командирах Кто Из них Больше Всего Запомнился Вам И Чем Ну У нас Командир Роты Был Климентир Петр Константинович Он Он Этого Хотела Быстро Сказать Ну Тут Недалеко От нас Они Живут Забыла Он Он Хороший Человек Был И Много Младших Командиров Хороших Младших Сержантов Там Всех Таких И Майоры Были И Все Ну Какие Только Не Были И Генералы Были У нас Все Участи Все Участвовали И Никого Не Обижали Хорошо Относились Всегда У Сталинграда Вот Были Командир Тоже Хорошие Мужчины Были И Вот Так Кругом Я Жорю Отсюда Начали Вот Ворошилов Рад Потом Пятихатки Вот Эти Вот Все И Аж Туда 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 И За Границу У нас В Румынию Там В Бенгрию Вот Эти Вот Все Страны Мы Проходили Пешочком И С Ножей Конечно Солдатами Очень Довольны Были Нам Писали Нас Газету Свою Районную Но У меня Куда Затерялась Фродовая Сестричка Была Куда Делась Не Нашли Скали Не Нашли Катя Решу Отдать Почитать Там Очень Хорошо Написано Благодаря Благодаря Всего Которые Живые Остались Люди Которые Жених Домой Пустили Они Очень Благодарны За Хорошие Отношения За Уход Раненые Вы Были Да На А Вот Тут У меня Идущ Шир А Где И Когда У Румынии Знаете Румынию Ну Вот Меня Там И Ранило Ну Я Полежала В Госпитале Это Госпитале Как Вы Думаете Сейчас Почему Началась Война Вы Представляете Мы Даже Не Представляли Что Так Война Вот Когда Газетки Почитаешь Там То Книжечку То Вот Вот Представляешь Что Действительно Война Пошла Бились Дрались Не дай Бог А Так Вообще Мы Не Представляли Сразу Нам Даже Не чудило Что Это Действительно Война Пошла И Сколько Там В Германии Погибло Людей Наших Офицеров Вы Солдат Там Части Стояли И Их Там Сразу Подхватили И Стреляли Сколько Им Хотелось Немцев Как Избежать Угрозы Войны В Будущем Как Как Избежать Угрозы Войны В Будущем Как Вы Думаете Вот Этого Я Не Не Знаю Ну Сейчас Что Вот Солдаты Слушают Мой Внук Прослужил Там Сейчас Нету Дедовщины Ничего Нету И Тогда Не Был Вот Война Была А Дедовщина Не Была А После Войны Уже Дедовщина Началась Уже Начали Бить Этих Солдат Кого Стреляли Кого Били Все А Сейчас Опять Нормальный Все Хорошо Ну Ну Чего Хорошо Прослужил Вот У него Там И Наград И Фотографии Полно Он В этом Служил Сейчас Скажу Хабаровск Есть Такой Вот Хабаровск Служим Сразу Как Взяли У нас Сын Мой Был Тоже Служил На Камазе Работал Он Тоже Это Служил Ну Где-то Ближе А Этот Попросился Чтобы Его Хабаровска Позвали И Чтобы Такую Машину Дали Чтобы Я Мог Ездить Как Мой Пап Ну Правда Его Это Послушали Поставили Он На Хороший Мощин Слушали И Там Все Время От Начало До Каза Александра Никитична Что Бы Вы Хотели Пожелать Нашей Молодежи Я Я Хотела Им Пожелать Здоровья Счастья Чтобы Умные Были Слушались Вот Особенно Стариков Они Сейчас Ненавидят Стариков А Вот Чтобы Они Слушались Как Раньше Мы Слушались Своих Стариков И Почитали Всегда А Сейчас Уже Не То Время Девочки Нет Хоть Скажи Хоть Не Говори Им Все Равно Правда Не Все Но Есть Такие Что Против Стариков И Даже Своих Стариков Выгоняете С Дома Чтобы Они С Ними Не Жили Все А Больше Я Не Могу Ничего Сказать Я Никуда Не Хожу Я Ногами Не Хожу У Меня Ноги Не Ходят Вот Это На Своей Коляске Катает Меня Туда Сюда Больше Ничего Так Служебная Характеристика На Санитарного Инструктора Пункта Медпомощи Войск Войсковой Части 01-369 Младшего Сотрудника Сержанта Медсестру Бондаренко Александру Никитишну 1923 года рождения В ЛКМС Образование Среднее Медтехникума Младший Сержант Медсестра Бондаренко Александра Никитишну За период Пробывания Войсковой Части 01-369 С июля 1943 года По Ноябрь 1945 года Проявила себя С лучшей Стороны Лично Дисциплинированно Вела борьбу За укрепление Дисциплины Подразделений Специальное дело Санинструктора Знает отлично Проявляла Заботу О больных И раненых Чутко Отзывалась К больным Своевременно Оказывала Помощь Пункт Медпомощи Содержала В чистоте Общее Развитие Хорошее Инициативно Политически Грамотно Принимала Активное Участие В общественной Жизни Самодеятельности Части С июля 1945 года По Ноябрь 1945 года По Комсомольской Работе Выполняла Обязанности Комсорга Подразделения Партии Ленина Сталина И социалистической Родине Предана Начальник Штаба Части Майор Вяткин 14 апреля 1945 года День Победы Пороха пропах Пороха пропах Это праздник С седеною На висках Это радость С слезами На глазах День Победы Радченко Клавдия Ефремовна Как вы узнали О начале войны? Я была комсомолка В школе И уже Здесь Немцы Пришли сюда И мне Сказали Говорит Я Комсомолка Тебе Один сосед Напротив Там Аж Жила А он Мне Говорит Я Говорит Тебе Скажу Немцам Вон Ее дочка Комсомолка Будет Немца Убить Мне Говорит Я Говорит Да Я Звы И мне Комсомолку Меня Забрали На войну Еще Со мной Подруга Одна Была Две Уже Они Умерли Одна Была Здесь Дед Дома Одна Сын Доси Живой Ее Нет Вот Это Я Одна Отсюда Была Вот Такая Забрали Комсомолка Служила Вот Этой же Части Воинской Черноморской Группы Воист Кавказского Фронта Делали Миндажи Пулеметные Точки Огневые И поваром И отгоняла И стремила И жили В земляночках Как поднимется Уже Прогнали Уже Мы Добились До того Что Уже Он Нех Мог Пойти Емит Туда Это Зеленджик Сочи Новороссийск Это Там Я Была И Вот Там Это Все Было В 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 С В 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 огневые блиндажи потом заставили меня наставили там тортыща отпирала готовила отправляла обеды людям кормила земляночках сидели горы это страсть господне вышина что кругом невыносимо было и мы все это там терпели потом приходилось а то что кормить приходилось рыть и все это делать блиндажи пулеметные точки какие заслуги да все там награды у них тут еще то внуки пора стаскали то это так повесил как понавешивать их сколько где тут детство да то где что но есть там они еще я не знала что он у меня и медали достать ну надо же чите буквы бумажки то медали для вас особенно дорогая и почему кто дорогая медаль ну за победу бились колотились и мне дорогие все сколько этих тому так это всего стопы все дорогое что освободили немцев отогнали короче что стали спокойно чтоб наши остались живы все это радость и все это благодарность все это такое в жизни только радость что все погнали немцев а нас освободили мы тут трудились а колотились а здесь уже война и шла здесь досталось тоже и трактористы шофер я пекарь 7 лет в одной пекарне шпарова хлеб пекла не улазила и что и трактористы шофер и на простые на быках перед войной вот в этом перед войной я повезла у кашиха были брички были с быками ну как началась война тут жили так там так жили ну хотели ж наверно все чтоб это свои руки власть каждый взял как сейчас каждый хочет чтоб чья-то была власть а наши побеждали всю жизнь и побеждают и победят никогда россии на милой мой идет на нем защитно гимна стерка она меня с ума сведет на нем погоны золотые и красный орден и на груди зачем зачем я постричала и год на жизнь и нам пути зачем когда проходишь мимо улыбку машешь мне рукой зачем ты в наш колхоз приехал зачем и нарушил мой покой хорольский василий иларионович как вы узнали о начале войны как вы узнали о начале войны но я в москве жил двадцать первого двадцать второго июня значит придали кажется молоко выступал что враг верооломно напал в советский союз москве мы с колхоза с воронежской области туда въехали по вербовке и работали там в каких сражениях вам пришлось перенимать участие а это уже когда меня взяли в армию и двадцать третьего в сорок пятого года в армию и и и 5 июля мы вступили в бой этого белородской дуа 18 лет повлияло ли участие к войне на ваше отношение к религии я с самого детства молился Богу и мама у меня говорила так Вася никогда не матерись и не курить отец у нас такой был и матом крыл я никогда не ругался вот мне дал Бог уже восемьдесят девятый год я ни одной сигареты не курил не курил как вы думаете сейчас почему началась война из-за чего а за грех а потом начать пошли мы на Бело-Церковское направление Бело-Церковское направление того Григориевка мы там форсировали в метро сколько людей потануло я видел и слышал как кричали люди но меня Бог сохранил молился я ежедневно знал я и отче наш знал живых помощь знал всему веру и Господь сохранил меня когда мы двадцать шестого это сентября перешли через Днепр квартиру идем по круче там круче очень глубокий на Днепре значит капитан идёт я за капитаном идёт за мной ещё один солдат втроём мы пришли и летит мина и падает не за мною а за этим солдатом который рядом и он почкой разорвался я поднял ему рубашку почкой всё он умер ему взяли его документы и передали что погиб он там с Украины он был и 125 км не дошёл до своей родины и 29 сентября меня ранило и командир извода мне сказал придите с донесением до комбата что не было таких это телефонов не было связанных а немец убедал что я бегу с донесением и сразу начал стрелять и я у меня такие мысли были а куда меня ранит в голову трох в руку трох если ногу и если я даже без ноги смогу я смогу жить молился я ежедневно и только я помыслил в ногу и меня летит и прямо ко мне упал она у меня упала ну были английские ботинки кожаная подошла вот разрубила ногу и вот через 68 лет вытащили только в этом году сколок он начал плод он не один был вот здесь в этом месте но господь сохранил так что я считаю это если будут молиться люди будет хорошо все расскажите о своих командирах кто из них вам больше всего запомнился и чем я командиры есть командиры а бог есть бог он мне сказал моё дитё не слушай никого слушай его бога он будет выполнять планом мы знаем что этой земной жизни пройдёт конец и наступит царство господа иисуса так он говорит о нет никто у нас невозможен от правды божьей отлучить где вы встретили конец войны в какой городе в каком городе вот Венгрия конец войны в Австрии в Венгрии в Гюстаде был Новый Урбас Новый Салб Санбург в Белграде не был этот май месяц 9 она закончилась война и оттуда меня демобилизовали по болезни после ранения я уже был вне строевой службы в каком году ну в 43 году он ранил меня я был с начала 44 года уже попали в рабочий батальон и были при втором шаване уже мы в Румынию пришли я был в месторовой службе второй шаван это третий украинский фронт ну еще хочу сказать никаким человеком я не хвалюся КОНЕЦ 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 Влад Николай Никифорович, какой орден или медаль для Вас особенно дорога? Дорога? Взятие Чесловакии. Когда в Прагу взялись, да, там наградили надо. Вот, не знаю. Там у меня тех, что тут много есть. А тут все колхозные есть. Вот это я. Уделили у Вас сомнения в победе? Конечно. Когда кончилось 9-го, так мы там, знаешь, что делали? О, и шапки кидали, и стреляли, и одного 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 целого, и плакали, и что, день победы кончился. Расскажите мне о своих командирах. Кто из них Вам больше всего запомнился, и почему? Ну, командир у нас был с года. Мы его там, молодцы, и убили. Хороший мужик, молодой. С 24-го года он был. Максим его звал. А как Вы думаете сейчас, почему началась война? Почему началась война? А я откуда знаю. Я еще там был по-самому. Ну, все. Твоевые еще. Вот, Германская, да. И пшеницы в шалон перебросили туда. И они начали нам войну. А были ли у Вас боевые товарищи? Были. Андрей был. Потом Никита был. А потом еще один был. Из этого, из Украины там тоже. Василий. Были товарищи. Ну, они погибли все. В 24-м году я вот один остался. С американцами встречались. Я как раз стоял. Мост через день был. И я стоял там на том мосту часовым. Видал, как они все командующие их. И солдаты, и... А что бы Вы хотели пожелать нашей молодежи? Ну, все, все. Чтобы войны не было. Счастья, здоровья. И чтобы войны не было. Вот. А после этого и все. Когда она кончилась, нас первый украинский ход перебросили на западную Украину. Там эти, мы слышали, бендеры были идти. Вот там еще мы полгода. До самой осени еще. Полгода были. Прочистывали леса, и все, и... А то так и делали, что... Вот. Заезжают в село. Сейчас, ну, в Судобекере приезжают. И в село в окружение их в Судобекере и вывозили их куда. А куда их вывозили, мы не знаем. Это... Грудные ушелоны и вывозили их. Сталкивались вы со случаями дезертивства? Были. Были. Были еще так, знаете, как были. Такое было, что... Вот. Начал немец нас упать. А они руки поднимали вот так. И вот постреливали. Ну, их сразу забирали и судили. Были дезертиры. Были. Были дезертиры. Были. Были. Дезертиры. Замен был. Не то, что одна там стоялась, а замен был. Замен был. Замен был. Вот так. А вы были в плену? Нет. А встречались ли вы со Сталином? Ну... А... После войны еще я забыл сказать. После войны я попал на холодную речку. Ну... Там, где Сталин отдыхал. Нас дебилизовали. И... И нас направили внутренние войска МВД. Тогда еще молодой. Мы сразу не пустили домой. А внутренние войска. И мы там... И я там стоял у нас в ломбаве. И видел раза два его, как он проездил через этот... Через КП. И куда? На дачу свою. Там у меня дача была. На холодной речке. Видал. Раз два видел, как приезжал. Не войны. Вы страны вернулись домой? Не, не, не. Все служил. Все. Я был... Все сколько? Семь лет еще служил. В войсках. В Северной Азии. Вот. И там были шахты вот такие уранные. Вот их там охраняли. И заводы были уранные. И там были заключенные. На этих заводах. И мы их охраняли все. Перерабатывали на заводе. Я там сколько? Пять лет служил. А потом... Этот... В каком? В 58-м году. У нас это... Дебилизовался. Как пополнение пригнали в молодых. Тогда нас всех францевиков отправили домой. Азиану спрашивал. Азиану спрашивал. Были версты обгорелые в пыли. Этот день мы приближали как могли. Этот день победы. Порохом пропах. Это праздник с седлою на висках. Лукьянов Иван Григорьевич. Как вы узнали о начале войны? Я знаю. Я знаю. Как вы узнаете? На армии там были. Началась война. Там дядька Рыжская. Рыжская. Началась война. А в начале я ушел в Запад Украины. 18 суток я. Нас везли 18 суток. И они там... Я хочу плакать. Не довезли нас где-то в Украине. Морт взорвали. И мы там сутки сели. Нас хотели под космосю. Попал я в Польшу. Ну, в город краду. Город льв. Ну, это Польша уже. Во Львове там я служил. А во Львове по городу Кракову. В каких сражениях вам пришлось принимать участие? По городу Кракову. Город Кракову. Польша. Имеете ли вы награды? Какие? И за какие заслуги? Да. Да, вот они. Были ли сомнения у вас в победе? Какие сомнения? Были ли у вас сомнения в победе? Как сомнения в победе? Как сомнения в победе? Как сомнения в победе? Сомневались ли вы в победе? Что мы не победим, что ли? Ну да. Да как я сомневался? Мы же знали, что мы победим. Что мы сомневались? Расскажите мне о своих командирах. Кто из них вам больше всего запомнился? И почему? Да что, сейчас 60 лет запомнился. Майор этот был у нас в Красноярске. Терешенко. Ну, его нет уже. Вот мы в боях семьи были. В майорке Вещере. А командир полков раз был подполковник Демиржи. А возили я на американском виду, возили я подполковник Амельченко. Командир Батилюр возил. А как вы думаете сейчас, почему началась война? Да я откуда знаю, откуда же знаю. Потому что Витя напал нас, вот вы чё. Что бы вы хотели пожелать нашей молодёжи? Да всё доброго, хорошего. Чтоб не было войны. Чтоб они это не видели, что мы видели. Ну всё на самом деле. Ничего себе. Чё я вам сказать. Встречались вы со Сталином, да? Встречались вы со Сталином? Какая у вас любимая награда? Да вот они вот. Ну самая любимая какая? В Германии. Вон. На фронтах. На фронтах. Орден, вот такой орден. Там 9 мая. Скажи. Победу в Германии. Ясно. А это... Как это? Держи. Не держи. Вот. Это отечественная война. Когда вы были призваны и когда вы вернулись с фронта? Я ни в фронте не возвращался. Еще служил я. В сорок перв... В пятьдесят первом году, в восемнадцать апреля я демобилизовался. А в каком году попали на фронт? В сорок четвертых. В сорок четвертых. КОНЕЦ День Победы, как он был от нас далек. Как в костре по тушам тарел. А Рутинян Царебек Тигранович, как вы узнали о начале войны? Участок узнали о начале войны. Это 89-й армянской таманской дивизии, которой командовал генерал-майор Невер Сафариан. Он умрел. Он умрел уже. Он командовал 89-й армянской таманской дивизии, которые освободили мы сами, тогда сапоги небе, куча в небе, ничего не было. Мы победили. Все-таки победили. Победили благодаря товарищу Сталину. Эх маршалы он собрал и говорил. Никуда ни шага назад. Сзади наша Москва. Символ нашей. Не надо отступать больше. Все. Кто отступит, товарищ Жуков. Кто отступит, на место расстреливать. А в каких сражениях или операциях вам пришлось перенимать участие? В каких сражениях или операциях вам пришлось перенимать участие? Были ранены. Я ранен был. Нога для Советского Союза. Документы у меня все, все есть. Ранены были для Советского Союза. Часто вы слышите мне о своих командирах. Своих командирах? Своих командирах как бы это, он, сейчас он не жив, он умер. Не знаю, как фамилия была, что-то, не знаю. Тогда молодые были, понимаете, маленькие. А что вы не знали? Только знали, что человек, товарищ, упадет, его винтовка берешь и стреляешь. А особое назначение не дали, особое не дали, чтобы воевать. Нету, небо, нету. А что откуда? Вот. Вот так. А что вы помните о войне? О войне, только я помню, что они сказали, победа за нами, наше дело право, мы будем победить. Даже на медалах Сталина написано. Даже на медалах написано. Победа за нами, наше дело право, мы будем победить. Победа за нами, наше дело право, мы будем победить. Победа за нами, наше дело право, мы будем победить. Война не должна быть повторяться, мир надо, мир надо. Я столько лет мне, 87 лет мне, я не думаю, чтобы война начинаться. Премьер-министр Англии, Маргарита Тетчер, Маргарита Тетчер, когда Совещанин был, ему сказали, почему ты не выступал, чтобы оружие надо уничтожать. Не надо, говорит она. Если хочешь мир, надо иметь здесь. А где вы встретили конец войны? В Кавказе. Не надо вспоминать, что все. Что хотели бы пожелать нашей молодежи? Чтобы жить в нормальном состоянии, жить без войны. И они каждый свои подпусть используют. Под, свои подпусть используют. Жить в нормальном положении. Все, молодежь, чтобы не вспоминать победу или войну, или туда-сюда, не надо. Священная слава во боях павшихся наши ребята, наши сыновей, наши дети, наши отцы. День победы, как он был от нас далек, как в костре по душам таял уголек. Субтитры создавал DimaTorzok